всем привет друзья с вами снова подкаст tb library и сегодня у нас в гостях потрясающий сергей мохов это лид геймплей дизайнер из remedy entertainment и мы будем говорить сегодня на украинском языке если для вас это не родной язык вы сможете на ю тубе прочитать включить субтитры если вы слушаете нас в аудео переходите на youtube канал есть в описании ссылочка и сейчас я буду переходить на украинский и расскажу вам что сегодня будет тоже переходим на украинскую и сегодня с сергеем у нас была неймовирна размова по-перше за все это была на насыщеннейшая размова про геймдизайн мого життя насправді кажу бо це було нереально я рекомендую вам послухати подивитися до кінця бо ми перш за все розповіли про те що таке пиларс що таке цінності гри що таке основа як автоматизувати креатив сергей рассказал про свой шлях як він з хлопчика який закохався в игры в 6 років і який хотів купити біля метро якийсь диск з программи щоб почати розробляти ігри як він закінчив безкоштовну магістратуру во франції по гендизайну як він був стажером і робив райм а потім з колегами вони за підтримки IGF доробили свою гру яку вони робили на стажировці а потім коли були темні часи він пішов у Remedy Entertainment і там йому під час співбесіди показали презентацію Control гри якої ще не було гри яка була тільки в якості ідеї і він тоді зрозумів що це те що він хоче робити це те що він буде робити і саме зараз перед вами неймовірний подкаст в якому багато важкої долі багато вдачі багато мудрості багато вміння скористатися ситуацією і багато про геймдизайн мені здається що це одна із найкрутіших розмов мого життя тож ласкаво просимо baby library якщо якась гра вийшла то казати що вона там якась погана гра чи хто з вас випустив гру маєте право щось казати якщо ви нічого не зробили ну це немає ну просто має якийсь сенс так як геймдизайнеру просто аналізувати ігри що виходять просто зрозуміти от а чому вони зробили так а чому вони зробили так а якщо просто критикуєш там люди ну часто порюбають там в твітері там зайти там щось написати там короче це гівно це мені не подобається а я не розумію навіщо це потрібно тому що це не те що типу там якийсь лідер дмок яка цінність да ну просто буквально да просто закидати якісь якогось багатьового ігра який робила велика кількість людей не один місяць не один рік не один рік за не один мільйон в мене питанічко а що ти зробив для хіп-хопу у свої роки до речі це така штука насправді яка приходить теж з досвідом я вважаю тому що ну от коли я починав в індустрії у мене не було такого розуміння насправді що взагалі іде на те щоб зробити гру тобто от я спочатку думав що от я за свою кар'єру там зроблю там не знаю там 20-30-40 ігри знаєш не було розуміння що насправді ну зробиш там ну може 10 якщо 30 років в індустриї десь може навіть 40 років і ще щоб половина з них вийшло це ну тобто це такі речі що ну була така книга Джеси Шейл Джеси Шейл, Господи Джеси Шейл Джеси Шейл, Book of Lenses Джеси Шейл, Blood Sweat and Pixels І от там була така цитата в цій книзі яка мені надовго запам'яталась насправді думаю що це от справді так що It's a miracle that any games get made Це одна з моїх найлівничних фраз бо насправді я в гемдев прийшов десь років 5 може і я дуже давно хотів я Для самого дитинства ігри це мабуть єдине що зв'язувало мене з реальністю Тож для багатьох таких людей які втікали від реальності 90-х то був мені здається дуже конструктивний вихід з цього Для мене ігри це найважливіше, найкрутіше медіа І я коли бачу що якась Blood Sweat and Pixels це книга яка ще більше показала мені чому Д'Ябло 3 вийшла саме такою Що з проектами Блізарда і іншими було з тим шутером І взагалі це дійсно я знаю там дуже багато знаю про відеопродакшн Я там трішечки працював там трішечки зйомив з кіно і я розумію що якщо якийсь великий фільм величезний виходить наприклад Якісь месники то той факт що месники саме так вийшли це чиїсь життя були положені на це Бо це дивовижний, неймовірний, як то сказати навіть Ну якесь чудо мовий так? Бо я не можу це ніякось іншим способом розказати А про ігри Деякі ігри мені здається навіть складніше Бо це інтерактив Бо кіно це одна історія Вона не має декілька кінцівок Вона має початок, вона має кінець Все розписано, все розплановано Так, крутезні ігри теж там Наприклад, The Last of Us 2 Вона має початок, має кінцівку Теж все розплановано Але між початком та між фінальними титрами Там життя, там дійсно Тобто коли я вперше пограв за The Last of Us Впершу, то я такий Оу май Це дивовижно Ніра автомата Я у кожному підкасті кажу про ніра автомата Бо це ван лав просто Японський геймдизайн Це люди, яким я просто кажу тічмі сенсей Так, я розумію тебе і дійсно It's a miracle Це круто До речі, як офігенно вийшло, що у нас У нас ці стільці, вони не змінні Але як прикольно вийшло, що ми з тобою підготувалися А серйозно, я навіть не помітив так Прикольно, прикольно, так Я дуже радий, що ти прийшов до нас Це супер круто, це супер неймовірно Коли я декілька своїм колегам казав До мене переделіть геймдизайнер з Remedy Вони такі вау, вау І мені здається, що зараз там є скляні стіни Там декілька людей ось так стоятимуть Тож дуже радий, що ти прийшов до нас І якщо в тебе буде час, бажання прийти ще почитати Тобто ти always welcome Супер Для тебе тут завжди відкриті двері Дякую Тож, я почитав трішечки твоїх інтерв'ю Знаю трішечки твої історії Але мені здається, що з тих, хто буде нас дивитися Мало хто це знає Тож розкажи, як ти потрапив в геймдег? С самого початку починаю? Так, с самого початку Я думаю, що с самого початку я до речі ніде никому не розповідав Насправда Може щось десь обглазив, яку ми своєми написали колись А я починав в геймдеві з того, що я вирішив, що я буду робити ігри І я був в п'ятому класі школи Чи в шостому Ні, шостого не було, був сьомий Ну, шостий, сьомий Ні, був шостий, третій не було, не, четвертого не було От, і короче Я вирішив, що, ну я нічого не знав взагалі про те, як роблять ці ігри І я просто почав підходити до своїх однокласників і їм пропонувати, давайте робити гру А вони такі, а що це таке взагалі? Ну я теж не знав насправді, що це таке І я просто вирішив, що я дізнаюся І почав питати, я не знаю, ти пам'ятаєш, колись, я не знаю, може в Дніплі, такого не було, але в Києві точно були такі чуваки, які продавали піратські диски біля метро за 10 гривень У нас був цілий базар Ну у нас теж на Петрівці, так І от я тоді підходив до цих чуваків і питав, які програми треба купити на комп'ютер, щоб можна було робити ігри І в них були свої якісь ідеї кожного разу Тобто один казав, що треба точно програмування А другий каже, що насправді треба вивчити 3ds Max Щось там ще таке І просто не було взагалі якихось можливостей Ти казав при IB Library Що це як ком'юніті проєкт Для того, щоб Ну якось educate Людей, яким хочеться робити ігри Щоб їх надихнути на це От в мене не було в той час Якогось такого ресурсу На який би просто прийти Ну як тінеїжер просто подивитися І щось навчитися робити ігри Тому я просто ходив по метро І питав у чуваків, які продають піратські диски Ну власне, нічого з того проєкту Це звісно не вийшло Тому що треба було ще повчитися Трошки років так 20 Але от мій шлях геймдей От почався з того Я просто тоді собі вирішив, що я буду це робити А потім я почав слухати Вже знайшов якісь записи Якихось круглих столів На якихось конференціях Я ще не пам'ятаю, була ще якась конференція Там в Росії Там геймдизайнери з усього СНД збиралися і там говорили Я не пам'ятаю як воно все називалося Тому що насправді не слідкував за геймдевами Я просто не знав, що таке геймдев Просто читав журнали про ігри Моє гроє комп'ютер Читав усі ці Геймплей був, ріплей ще до того був Шпіль У мене всі друзі в школі це читали Я думаю, що саме через це воно все почалося І потім До того як робити ігри Я ще почав робити настолки Тому що мені Здалося, що це простіше Мені треба вчитися Майя і програмування І все таке інше, що там чоловіки Розповідають Тому що я прочитав Був такий спеціальний випуск журнала Шпіль Про Dungeons & Dragons В мене не було Тобто я ніколи не грав в Dungeons & Dragons Тоді я почав грати Минулого року Зараз група Зараз починається Але тоді я про це нічого не чув А вони зробили цілий випуск про Dungeons & Dragons І я почав це гуртати І мені стало дуже цікаво Як це так, що ти можеш створити свій світ Ви можете створити своїх персонажів Це ніби як комп'ютерна гра Але без комп'ютерів І як це взагалі І от я вивчив просто Від корки до корки Як ти кажеш, той журнал І вирішив, що я теж зроблю Якось, як я собі зрозумів Як працює та система Хоча я не дуже це зрозумів Але я теж в школі вчився І от я з друзями Грав у свою версію Dungeons & Dragons У дворі З якимись правилами, які ми придумували Просто на ходу І от це був перший Такий справжний експеріенс Це я зараз розумію Ще я тоді був Ну, геймдизайнером, в принципі, зробив гру А тоді мені просто здавалося, що ми от Граємо у щось, що я прочитав У журналі Але насправді там взагалі нічого спільного Тому справжньої системи Dungeons & Dragons не було Це була така Суміш Між от тим, що я прочитав У журналі, так як вони його переказували А також моїм власним досвідом Гри у Baldur's Gate І у Nerv Inter Knights, які я теж не дуже добре розумів Тому що коли мені там Коли я грав у Nerv Inter Knights Тоді я пам'ятаю Як починаються якісь бої То там Ну, починаються там 1D6 Я не знав, що це значить Загалі ще якісь циферки, да? В настольних ролевых играх Используються нескільки видів кубиків Есть класичні шестигранні кубики Но також є кубики У которых 4, 8, 10, 12 і 20 граней Все вони Используються для определення Разних результатів действий игроків Кубики на англійськом dies Поэтому в формуле 2D8 D8 означає die8 То есть восьмигранный кубик А цифра 2 Количество таких кубиков, которые Нужно бросить игроку Когда игрок бросает два восьмигранных кубика Результаты этих двух кубиков суммируются И полученне число Используется в игре Например, это может быть урон от оружия Вот таким простым способом Я приоткрыл для вас Завесу тайны над необычным миром Dungeons & Dragons Я просто обирав Якись штуки Виключно за тим, что Где цифры выше Там краще И воно как-то так працювало Но я до конца не понимал Как оно насправді Мое працювати От я зараз Вероятностей Я зараз Намагаюся собі Уявити гру Яка тобі не пояснить Що таке 2D8 А коли ти Починаєш В ней играти Я не знаю Чи взагалі Є якийсь Видавець Якийсь Паблишер Який згодиться До речі є Так Якщо хочу Що тобі розкажу Зараз я граю У культі Simulator Боже Це така крутезна гра Вона розпочинається З того Взагалі Це Погляд зверху Темний Темно-сині Стіл У Якійсь Кімнаті Не дуже важливо І на цьому столі є Два типи Об'єктів Це каунтери Екшени Тобто Розмовляти Дослідити Поспати Сходити на роботу І Безліч Карток Яких Це може бути Робота Це може бути Якесь закляття Це може бути якась людина Тобто Якісь Якісь Сущності І ось Ти комбінуєш Ти кладеш карту на екшен Починається каунтер Часу Тисяць секунд Шістць секунд Це залежить від карти Від екшену Тобто Дуже багато Але Або І все такі штуки І Гра починається з того, що вона каже тобі Тут немає туторіалу Вам Там Не завжди буде задуміна, що робити Але ви з цим впораєтесь God luck І Як казав В одному з оглядів Гравець Каже, що Перші 20 годин я розбирався, що робити Інші 600 Розбирався, як перестати в це грати Тож я чудово розумію Це дуже круто, коли Той елемент Эксплорейшн фана Коли ти не знаєш, що робити Але це дуже цікаво І ти зробиш все можливе, щоб дізнатися, як в це грати Це дуже круто, я розумію Того чудово І от навіть Ті ігри, які мені зараз подобаються найбільше Всілякі там Dark Souls взагалі І от такі якісь ігри В які я граю І мені просто навіть самому цікаво Як вони зробили ці системи Я розумію, що Те, що в них є спільно Це те, що вони не дуже пояснюють, як вони працюють Тому що навіть зараз, коли в мене доволі глибинне розуміння Як взагалі ігри робляться От там мені все ще цікаво Все ще цікаво, так? Як то кажуть Японський геймдизайн На прикладі Legend of Zelda Тож фанат великий Усі лінійки Z Але коли я купив собі Switch І коли я почав грати у Zelda Я такий Тож потрібно брати відпуску Зрозуміло Зрозуміло Бо коли я там побачив, що Ти можеш мечем розрізати траву так, щоб вона почне літати А потім ти можеш її підпалити І так вона буде підпалена І летіти на ворогів І там підпалить іншу траву Яка почне Якийсь шашлик з них робити То такий Ну так Це ж так можливо в реальному житті І Це дивовижний досвід Який у людей, які дуже багато знають про ігри Які багато грають у ігри Ще викликає здивування І від цього хочеться просто кидатися грошима у людей Робіть ще Будь ласка До речі Минулого року Минулого року? Ні, це ще до пандемії Так ніби один рік пропав Були дві гри, які вийшли Які мені дуже сподобалися Теж в тому плані Це Disco Elysium І Outer Wilds Тому що це якраз та історія Коли ти починаєш грати в гру І ти починаєш аналізувати Типу як вони там це зробили І таки А що так можна було? Ну взагалі Якісь такі речі Які Ну взагалі не дуже думаєш Якщо тільки грати в якісь там блокбастери Які намагаються якомога більше все стрімлайнити так Щоб це було для найбільшої аудиторії Щоб нікого там не образити Щоб не образити в плані Що там якісь механіки Яка оця група людей їх не зрозуміє Тому ми не будемо їх давати в гру Такого плану Такі максимально ванільні такі толерантні ігри А от там починаєш грати І розумієш А можна було от так зробити І от у них дуже такий прицільний геймдизайн Вони мали знати хто в них цільова аудиторія І вони зробили такий експеримент Що вони от роблять цю гру саме для цієї аудиторії А не для всіх взагалі І мені здається що ігри які фокусуються на якомусь такому специфічному експеріенсі Які ти не знайдеш просто де інде От вони саме те для чого я взагалі прийшов в геймдизайн От я саме такі ігри хочу робити І намагаюся якось це пропагувати також з компанією Круто! Трішечки тебе збив Пробач мене Коли ми почали розповідати про твій шлях Тож це був останній Про що ми сказали що це був ДНД Це була школа Що було далі? А далі я почав писати ці самі журнали про які я читав А все почалося з того що я пішов на форум Мігпортал Це форум журналу Мігрове Комп'ютер Це був вже давно немає Такий журнал який виходив кожного тижня Потім кожні два тижні здається вони змінили якось так І я просто там на форумі побачив що автори цього журналу Вони такі самі звичайні люди як і я Я туди просто зайшов і спілкувався з ними напряму І я такий Блін а що можна написати кудись Куди написати якщо я хочу написати рецензію на якусь гру І мені сказали от сюди скидуй на цю адресу Ну я написав свою першу рецензію з авторстві Я не знаю як Ми з другим разом написали Ну з другим з форума теж І це була рецензія на Rayman's Rabbids І от я там написав половину цього ревію Це була перша стаття про ігри яку я написав взагалі в своєму житті Таку, щоб її опублікували в журналі І от з цього все власне почалося Я почав писати про ігри Спочатку в майгровий комп'ютер Потім там не дуже платили гроші Мені до речі досить хтось винен Здається 200 гривень Тому що такі гонорари були Ми все пов'якаємо Власне І я потім вирішив, що непогано було б ще і гроші зробити Трошки з тієї роботи що я роблю Тому коли з'явився PC Gamer UA Це була така франшиза PC Gamer Там перші якісь випуски були дуже-дуже погані Тому що вони взагалі були зроблені якимись Чи то автоперекладачами з англійської Чи то якимись просто людьми, які взагалі в ігри не грали І ніколи про них не чули Там, наприклад, слово puzzle З англійською було переведено На російську Як Я не пам'ятаю, але якось дуже дико Воно звучить так Просто ми кажемо puzzle А там людина вирішила, а що таке puzzle І пішла там в словнику дивитися І перекладати слово puzzle І от Я просто підійшов до них на стенд Була така виставка Я не пам'ятаю Ігромір Ну десь там на Нивках Був якийсь івент з іграми І от у них там був стенд Я підійшов до них на стенд І там сидів їхній головний редактор І я до нього підійшов і спитав А от ви авторів не шукаєте? А він такий так, саме зараз шукаємо Я такий, ну окей Взяв в нього візитівку І потім надіслав якісь свої рецензії І от тоді в мене почалися Якісь гроші з'являтися От саме з розробки Поки що Написання тих статей Тому що от Мене непогано виходило І я там був як фрілансером Але вправ в тому що нас було дуже небагато Тому ми там теж були як Ми збиралися всі там раз на місяць Планувати наступний випуск Тобто я був як редактор ніби Так І от я набрався дуже багато досвіду Просто от саме от В яких от цих журналістських штуках Просто так Я тепер розумію насправді Тобто як це взагалі з середини все працює Але В мене весь цей час У голові було що от А от я би хотів сам теж робити ігри колись І от поки писав про ігри Я постійно думав Цю гру я не можу зробити А потім була така гра на яку я писав чи то рецензію Чи то перекладав з англійською Тому що ми багато перекладали з англійською З британського офісі геймера І І була така гра World of Goo І от я про неї писав Одна з моїх найлюбленіших ігор Тих частів І World of Goo це якась магія Це магія і це дуже така Дуже проста гра насправді І Мене що вразило В World of Goo Тоді коли я про неї писав Тому що я в неї грав вдома І я їй показав спочатку своїй дівчині на той час Яка взагалі в ігри не грала І вона зрозуміла як в неї грати І їй сподобалося Я такий ніфіга собі Що так можна зробити таку грушу І дівчині сподобається Я навіть не знав що це можливо Трішечки недолерантності в нашому підкоті Ні Я розумію Тобто ти щось показуєш А от людина яка не грає в ігри Не в контексті І їй просто не зрозуміло взагалі про що йде мова І починати треба з чогось І я просто так вийшло що почав з 6 років І для мене це завжди було нормально Частина твого життя була Власне так І показував теж якимсь друзям Які теж не мають ніякого стосунку взагалі для ігри І їм теж подобалося Це World of Goo І вони такі О, кльово Вони знали там Маріо І вони знали якогось там Соніка з дитинства А вони Ну просто Повз них пройшла та епоха PlayStation 2, PlayStation 3 Там всі ПК ігри Тобто вони взагалі нічого цього не знали А от вони бачать World of Goo і не розуміють Я такий думав Блін, то гра не дуже така складна Я послухав інтерв'ю з розробником Він розповідав, що це взагалі зробили за 2 дні На якийсь Game Jam спочатку А потім вже зробили комерційно І я такий Блін, я теж так коще Мене так прямо надихнуло тоді це зробити І я от тоді пам'ятаю завантажів Unity Тоді був молодий Новий Такий рушій Не знаю, може чули Unity Трішечки невідомий, але деякі люди знають От була версія 2 Unity Той чув версію 2 Unity Коментики-плюсики Так І почав власне вивчати цей рушій І от якось так воно все закрутилося Щоб потім я пішов вчитися ще в КПІ І в той час як я вчився в КПІ І я вирішив, що от я зроблю свою компеляційну гру сам У мене така виникла ідея зробити досить простенький пазлер Він називався Dedal Мені ця ідея сподобалася тим, що я теж вирішив, що от я можу це зробити сам І це дуже була проста гра Але я впорався Я її випустив на iOS і на ПК На ПК тоді не можна було поставити просто так в Steam, як зараз Тоді було дуже важко потрапити в Steam Тому що коли ти потрапляв в Steam Вони одразу тебе ставили на всі сторінки І в тебе все продавалося І ти мав мати якісь контакти В тебе мали бути якісь люди Біздев Просто в мене не було такого досвіду взагалі І тому я її опубікував на The Suri Це була в такій... Ну це такий... Ну це такий... Який проіснував колись тоді Ну буквально там 5 років Мені досі приходять Імейли про те, що Він якось там Вже банкрут І там через суд роздають гроші Кому він винен гроші От мені з Америки приходять листи З цієї платформі досі Тому що там якісь процеси йдуть Все ще Але я туди Звантажив гру І на iOS І це була перша геймдев Який я сам зробив І з того все почалося Кайф Тобто Прагнення робити ігри Сила наміру Вона тебе привела до того Що ти взяв і зробив свою гру І мені здається так Це був той момент Як то кажуть Після якого вже не було вороття Я думаю що це як наркотики Ми проти наркотиків Але це дійсно як наркотики Так я розумів І ось ти зробив першу гру свою І зрозумів що ігри це твоє Так Що було далі? Далі У мене закінчився універ У мене був на останньому курсі КПІ Тоді коли ця гра вийшла І я тоді У мене така була думка Чи може от одразу Після четвертого курсу бакалаврату Іти працювати в якоїсь компанії Тому що от у мене вже ніби досвід з'явився І я почав шукати щось десь в Києві І потрапив Натрапив на Crytek В Києві Але потрапив я на нього через такі дуже Теж дивні шляхи Тоді теж був такий один чи два роки Коли була така соціальна мережа Google Plus І от я такий некроінтернет Я розповідаю Якого вже не існує взагалі Google Plus Так, розумію Прикол в тому що в Google Plus От це зараз як Twitter А от тоді це був Google Plus Були всі люди з ігрової індустрії І от саме вони там чомусь були Ніхто більше там не сидів А от якісь ігрові розробники Навіть досить відомі дизайнери Можна було там прийти поспілкуватися З Джоном Ромеро напряму Тому що він там сидів Але там не було дуже багато юзерів І через те дуже маленька така дистанція була між людьми Навіть тими які там дуже відомі Вони всім відповідали Там було таке ком'юніті Google потім це все зруйнував Але в той час це було дуже круто Я досі маю друзі в індустрії З яким я познайомився Саме в той період на Google Plus І от там я познайомився З двома різними людьми Я познайомився з аніматором Який працював в Crytekу в Києві А ще познайомився З мексиканським розробником Інди Ігор Який потім перейшов у Be Aware І він мені розповів Про універа У Франції Куди він хотів колись поступати Але в нього не вийшло через візу Я от дізнався Що є такий універ у Франції В якому безкоштовно можна вчитися На магістратурі на геймдизайнера Я навіть не знав що таке існує в світі Тут в Україні сидиш і ти думаєш Яка у світа геймдизайнера? Це що таке взагалі? Безкоштовна магістратура Геймдизайнер Франція Це, мені здається, чотири слова Які в моїй голові ніколи не могли б В одну лінію якось вишукуватися Бо це неймовірна можливість І ти А вже ж з неї скоротувався Так І обидві ці можливості Тобто те, що я познайомився з аніматором СкайТеку Я насправді теж їм написав тоді листа І я теж почав готуватися Щоб до іспитів Щоб потрапити в цю магістратуру Це якось одночасно відбулося Але все завдяки Google Plus Так що так Реклама сайту, якого навіть немає вже Так І власне Якось в один той самий час Мені прийшли Результати мого іспиту І Підійшов до кінця Мій процес інтерв'ю з Крайтеком І от власне Мені треба було вирішувати Чи я піду працювати В ігрову компанію Тут вже Те що я хотів все життя Або Можна там поїхати в Францію Ще повчитися два роки І я вирішив Що я поїду в Францію Повчуся ще два роки Не через те що Я думав що мені треба там І що там більше чогось навчуся Ніж в компанії Я думаю що Це більш-менш Я думаю такі еквівалентні насправді речі Але У мене була така ідея фікс Що я от хочу далі робити якісь інді-проекти сам А якщо я буду працювати в цій ААА-студії То мене просто банально не буде на це часу, сил, енергії це робити І тому я вирішив що от я ще повчуюся два роки А насправді вчитися не збирався Просто хотів поджамити Поробити якісь свої проекти І от власне опинився у Франції після того Круто Тож Ти закінчив КПІ У тебе була можливість потрапити у Crytek Ти вирішив що хочу йти далі І ти поїхав до Франції Ти проїхав до Франції Ти став слухачем цієї безкоштовної магістратури Як ти там жив? Що ти робив? Ти ж десь там працював Як було твоє життя у Франції? Спочатку там не працював У мене було трохи грошей накопичено Мені батьки допомагали просто щоб там жити Саме навчання нічого не коштувало Але все одно треба якось туди-сюди Я дуже там економив на їжі на всьому Тому що там все дуже дорого І тоді ще було іще дорожче Думаю ніж зараз Але там таке маленьке містечко насправді Дуже добре що це не в Парижі в якомусь Тому що там всі ціни в десять разів менше ні в Парижі І там можна жити в принципі Але коли я туди вперше приїхав Мені було дуже важко Тому що я думав що я закінчив курси французької мови І мені це типу ок я буду говорити французькою там А виявилося що насправді ніт Що просто французи взагалі так не говорять І взагалі там купа англіцизмів всюди Які вони вимовляють з французьким акцентом Які я не розумію Наприклад, Call of Duty Вони кажуть Call of Тому що їм не цікаво доказувати назву гри до кінця І вони це Call of Duty Якщо повністю Це з таким акцентом французьким Але вони не кажуть Call of Duty Вони кажуть просто Call of Що вони роблять з цими декілька секундами Що вони заканали? Як вони їх витрачають в своєму житті? Я думаю, що вони витрачають на те, щоб попити вина в обід Якось потусити Ну власне так Універ був насправді дуже класний В тому плані, що там не стільки була орієнтація на якісь лекції Я дуже вдячний з цього приводу, до речі Тому що я все одно їх не зрозумів спочатку Ну потім вже було простіше Але там була таке Мені так здається зараз, що майже всі універи так працюють Насправді в світі, які вчать геймдзайну і іграм Це те, що в тебе от перший рік є проєкт, який треба зробити в команді І в другий рік теж є проєкт, який треба зробити в команді От у нас перший рік був проєкт, над яким працювали 6 місяців А другий рік навчання у нас був проєкт, над яким працювали 10 місяців Тобто майже весь рік Мабуть менше, мабуть 9 Ну якось так, щоб Тобто не весь рік там був якийсь місяць стажування І от ці проєкти, це був досвід, як справжнього геймдеву З кранчами, з презентаціями і з всіма цими речами І от це така рольова гра, міні-студія, яка робить ігри От я дуже багато чому навчився, там така мультідисциплінарна теж була у нас команда І в першому і другому році навчання там були і саунд-дизайнери І були і UX, і UI люди, і геймдизайнери, і програмісти Ну просто буквально всі були там представлені От єдине, що аніматорів таких не було Були просто художники, яких теж вчили анімації Тобто зараз, здається, там вже аніматори з'явилися як окрема дисципліна Тоді ще не було І от ми перший рік зробили гру LUN Це про луну, там щось про місяць має на це на увазі І от ми її випустили навіть в якомусь там бандлі в інтернеті Вау Тому що у нас взагалі така ідея була в моїй команді Що ми не хочемо робити якісь фейкові демки Насправді ми не мали робити якісь закінчені проекти Була ідея в тому, що ти робиш піч для паблішера І це має мати такий вигляд презентації і якоїсь демки Але демка така дуже обмежена, як на E3 ти робиш демку І що воно якось працює, але це насправді А от ми хотіли зробити таку гру, що просто не дивлюся на те, що в нас нікого немає майже досвіду Але в нас в команді були насправді люди, які вже зробили якісь ігри Через це нам було якось простіше зрозуміти, як взагалі довести це до кінця І от все одно дуже важко, у нас не було якихось ресурсів, ми не знали як взагалі зв'язатися з якимось людьми, щоб десь опублікувати таке інше Але якось воно так вийшло, що перший рік ми гру випустили, її можна було купити навіть за гроші Ми нічого на цьому не зробили, тому що навіть не в тому була справа Просто нам хотілося, щоб це був справжній такий продукт А другий рік ми теж зробили гру і навіть виграли там декілька яких студентських конкурсів з нею І це дуже була корисна історія насправді, тому що ця гра називається Event Zero І ця гра ми потім закінчили комерційно, не з видавцем, а з фінансуванням Створили компанію і таке інше потім вже Але це все почалося з того, що це був проєкт на другий рік навчання в цій магістратурі просто Як дивовижно, взагалі я слухаю твою історію І коли зараз, дивлячись у минуле, усе це вишуковується в одну лінію І ти бачиш, як все це привело до того, що ти тут зараз Але тоді це було зовсім неочевидно, мені здається Це було щось робимо, це прикольна гра, давай зробимо, так, а що далі? Ай, пофіг, зробимо щось інше Це була якась така, мабуть, цікава, дуже душевна агонія Тобто ти зробив крутий проєкт, далі був другий рік, ви зробили комерційний проєкт Що було далі? Ти закінчив магістратуру Так, потім мені треба було знайти, до речі, ще після першого року нам треба було знайти стажування Але першого року там воно було три місяці, а другого року воно було шість місяців І от перше стажування я теж шукав всюди, і я намагався в першу чергу знайти в Україні Мені дуже хотілося працювати тут насправді А у нас тоді компанії, яким я писав, які мені відповідали, вони казали, що ми не беремо, взагалі, стажерів Ми не знаємо, що це таке, у нас такого немає, нам це не потрібно Ми не знаємо, що з ними робити Але, власне, я розумію насправді таку позицію, тому що, насправді, якщо у вас немає якоїсь програми стажерів Стажер — це якась людина, яка не дуже продуктивна, зазвичай, яку треба вчити всьому І за якою треба спіліткувати, давати їй якісь таски, перевіряти, що вона робить таке інше І це насправді дуже багато роботи Це розповідь, як тваринка в офісі Єдине, що я знайшов завдяки моєму досвіду з Unity і з програмуванням Я знайшов, як роботу на стажування, яка дистанційна робота була у компанії Unit9 Яка робила тоді рекламу і сайти, і вони почали робити казувальні ігри тоді Це була в Лондоні компанія І от я з ними підписав тоді контракт, який був на моє стажування В універію сказав, що роби що хочеш, тому що хоч щось знайшов Було багато людей, що взагалі не знайшли І от я просто сидів вдома в Франції і робив їм такий раннер гру Я був трохи геймдизайнером, але здебільшого геймплейпрограмістом І здається, нічого не вийшло з того проєкту Вони взагалі згорнули таку розробку цих ігр Але це теж був професійний досвід А от другий рік вже все почалося по-справжньому Ми хотілося знайти таке стажування, де я б потім залишився І насправді це простіше знайти, ніж просто стажування на три місяці А потім ти повертаєшся до універу Тому що компанії не цікаві стажери самі по собі Їм цікаві люди, які можуть потім залишитися і щось контриб'ютити Тому що вони інвестують у цю людину А потім людина кудись знову йде і вона може десь в іншому місці працювати А от якщо ти можеш залишитися після того, то їм цікаво І тоді я теж написав, спочатку написав усім українським студіям, які були Отримав таку саму відповідь, що типу, ні, які стажери, нам таке не треба І такий думав, блін, ну окей, буду чекати далі десь І тоді нас на якусь конференцію приїхав геймдизайнер, його звати Джурі Хорнман Він зараз працює в Ubisoft Торонто, здається Тоді він був фрілансером, і він допомагав з геймдизайном на грі Rhyme В Tequila Works в Мадриді І от він сам здається із Нідерландів, чи 10, чи з Бельгії, не пам'ятаю, якщо чесно Але от він знав французьку і він просто приїхав до нас до універу на якусь лекцію давати щось таке Я просто з ним познайомився на цій конференції в цьому універі І він мені порадив, що вони шукають якихось джуніор геймдизайнерів, якихось стажерів Можеш їм написати, можеш сказати, що це від мене Я от висав емейл і мені подзвонили, після того я поговорив про телефонне інтерв'ю І мене взяли просто от одразу через телефонне інтерв'ю і бути стажером от там в Tequila Works власне Бути стажером у Tequila Works на Rhyme? Так Звучить як якийсь дивовижний план життя, мені здається Тобто, повчитися у Франції і бути стажером на Rhyme Я зараз такі флешбеки, коли я грав у Rhyme Якщо я б знав тоді, коли я грав у Rhyme, що за декілька років Ось так все складеться круто, дивовижно І ось, ти приїхав у Мадриду чи ні? Так, я приїхав до Мадриду, а в мене так всі склялося, що я взагалі не знав нічого про Іспанію Насправді, не дуже багато знав про Францію, коли туди приїхав теж, però про Іспанію взагалі нічого не знав Я не знав, наприклад, що Мадрид — це столиця Іспанії Я не знав, що там взагалі я англійською не говорять Я думаю, що я туди приїду і буду там англійською вис grown more Я не знав, що в них-то король, наприклад То есть банальные такие факты, и я просто приехал специально, чтобы работать в этой компании, на этом проекте, который мне нравится, на который мне предложили роль, которую я очень хотел, и я был очень счастлив, что у меня вообще так вышло, и вот я переехал в Мадрид, жив там в очень маленькой квартире на зарплату стажера. И, кажется, я шукал квартиру, которая будет стоять 400 евро на месяц, чтобы там жить, поэтому я попросил, чтобы мне платили хотя бы 800 евро, чтобы можно было просто как-то купить ежу банально на тот момент, что я там буду стажером, ну и он сказал, типа, ну, на самом деле это очень маленькие деньги, даже для Испании на тот момент. Вот. И мне сейчас немного удивительно, что я нашел квартиру за 400 евро на месяц в Мадриде, в центре Мадриду. Я думаю, что сейчас такого уже нет, но вот тогда у меня была такая маленькая-маленькая квартира с очень личными соседями на такой улице, где много машин ездят, но я все равно просто был счастлив, я тут... И дело была не там, где я живу, а там, где я працюю, и там я просто... Просто кину в Д-20 на вдачу, там 20. Супер! Ну, вот я себе так это чувствовал тоже. И вот я там пропрацював два года, и, получается, у меня там закончилось стажирование, меня взяли просто джуниором. Или даже не джуниором. Здесь у них даже не было такого, типа, они не понимали разницу между джуниором или джуниором. Ну, у нас очень маленькая команда была, я там очень много всего делал. Там в перемешку левел-дизайн с гейм-дизайном, с каким-то там скриптингом, что попало. Но там была очень классная команда тогда, там были очень креативные хлопцы, девчата, и я там очень много чего научился. И, вообще, я понял немного больше индустрию. Знову ж таки, я добив каких-то контактов, познайомився с продюсерами Sony, например, которые до нас приездили, с которыми я сейчас общаюсь, потому что они когда-то спрацювали на этом проекте. И сейчас, например, когда нужно что-то узнать, например, друг, который хочет читать свой проект, то я передаю его контакты. Например, такие вещи, которые ты просто набиваешь поступово, по мере своего занурения в индустрии, ты просто начинаешь знакомиться с людьми. И я вот с руками понимаю, что люди — это самый большой ресурс, который может быть. Это твой network и понимание, кто что делает, где. Это, я думаю, основной скилл и основная порада, которую я могу дать любому, кто хочет попасть в игру в индустрию. Это не треба никого злит. Треба со всема дружить, потому что индустрия очень дружная и очень маленькая. И, вообще, просто поддерживать контакты с людьми. Даже не потому, что они могут вам как-то корыслово знадобиться в будущем, но это тоже так, на самом деле. Не будем без этого, но также через то, что они могут вас чему-то научить, чего вы не знали, и вы даже не будете знать, насколько вам это поможет потом. Вау! Така дивовижна, насичена философия. Ты очень молодой специалист в гендеве, но ты имеешь такую философию какого-то монаха, який багато бачив, багато чув, багато подорожував, и он бачив життя своими очами. И я бачу и чую это в твоих словах, и это дивовижно. И мне кажется, что все, кто будет это видеть и слышать, они тоже очень смыслятся этими словами. Это очень круто. Спасибо, что всем этим делаешь. Это невероятно. Вау! Приехать в Мадрид на стажировку, вау! Серьезно. То есть, что было дальше? Далее, после этого, пока я работал на Rhyme, там появился еще один проект, который я начал делать. Это была игра под названием The Invisible Hours. Это была игра сначала под VR, но сейчас можно играть просто на компьютере, просто на PlayStation. Идея была в том, чтобы сделать интерактивный театр, в котором гравец может смотреть несколько сцен в разных местах одночасно. То есть, там происходит сцена вбивства из книги Сагата Кристі. Там вбили Николу Теслу. То есть, все начинается. И ты приходишь до него в маєток, как гравец. И там много персонажей, и они один за одним общаются. И потом расходятся по різным куточкам этого маєтка. И гравцу нужно узнать, что произошло. Просто, кто вбил Николу Теслу. И там еще твист, который не будет рассказывать. Там еще спойлер. Но можно просто пойти за одним персонажем. И тогда послушать, что он делает. Послушать, что он делает. Послушать, с кем он сплакуется, что он говорит. Но если ты идешь за одним персонажем, то значит, что ты не пошел за другим персонажем. Потому что неодночасно все это делают в разных местах. И потом можно подорожать в часе, туда и назад, по таймлайну. И просто в разные моменты ловить ключевые моменты истории, которые происходят. И вот это был проект, на котором я просто сделаю препродакшн. И вот именно этого наратива я сделал прототип в Твайне. Это такой tool. Ну, ты знаешь, что интерактивный фикшн. Вот я сделал прототип всей этой игры. Просто я получил скрипт. В Твайне. Вау, прикольно. Да. Я получил весь скрипт от нашего письменника, который все это писал. И я на него просто поделился. И это неможливо было читать. Потому что это одночасно, понимаешь? Вибиваются 50 сцен в разных местах. И это написано тут, это написано там. Там есть таймлайны. Это просто, знаешь, как на картинке с червоными нитками. И ты сидишь и думаешь, блин, что делать? Я буду объяснять все. Вот, власне. И я такой, а я знаю, я знаю, как это сделать так, чтобы это можно было читать. Я просто поставил в Твайн и можно было просто играть в игру. Вот тогда. Потом я еще там помогал с метриками. И мы там построили, как построить этот дом. Потому что там это open-world, но очень маленький. Там можно идти куда-то. И это очень детализированный дом. И вот мы там вивчали, а как там в VR взагалі ты будешь пересуватися. И сколько нужно места в этой комнате, чтобы ты туда поместился. И там еще два персонажа можно было чтобы им стоять. Потому что мы вивчали все эти вещи. Ну вот, власне, закинчився этот препродакшн. И вот, как раз, когда он приходил до конца, я получил имейл. Очень интересный был имейл от человека, который работал на Инди-фонд. Инди-фонд, это такой фонд, я думаю, он базируется в Калифорнии. Это американский фонд, где разработчики Инди-игр, которые когда-то выпустили Инди-игры. Они просто вкладывают свои деньги разом в какие-то новые Инди-проекты, чтобы поддерживать независимую разработку игр. И они без этого имеют какой-то риск тоже. Но они не паблишер, они именно фонд. И в них был такой, как сейчас, очень вигідный контракт для Инди-розробников. Потому что если они финансируют какую-то игру, то им просто нужно отдать деньги, которые им дали, и отдать еще раз те же деньги, а после этого весь прибудок твой. То есть 100% додатково. И вот я просто получил имейл от их скаута, который шукал проекты. И я такой, он пропонировал, он нашел нашу игру Event Zero. Я сказал, что мы вернемся к этому. Это второй год учения в универе. И он нашел ее, потому что она выиграла какой-то конкурс в Бразилии. И он предложил нам, что вы не хотите закончить эту игру коммерциейную? Нам понравилось. И я такой, мы хотим. И я сразу записался с другими людьми из моей команды. И это просто такие очевидные вещи. Что тебе приходят просто гроши в имейл. Что ты такой, да, хочу, короче. И тогда, на самом деле, не все захотели эту авантюру начать. Это просто нас было трое, которые решили, что мы будем створювать студию. У нас всех была работа, мы все работали в индустрии. Но мы решили, что мы хотели сделать свою студию с самого начала. Это через то, что мы пришли в индустрию как-то через это все Индии. И нам все очень понравилось. И еще Индии фан. Мы знали про Индии фан. Мы знали про проекти, которые они раньше спонсоровали. Нам было очень приятно, что они нас пометили. И мы решили сделать студию. И другие мои кофаундеры жили и работали в Париже. Поэтому мы решили, что студию будем створювать именно там. Я просто перейду до Парижа и будем там все это делать. И, в основном, я тогда освободился с работы в Tequila Works. И поехал на новый этап в жизни. И поехал в Париж. И там мы создали студию. Она сейчас называется Oslo Society. И ее сделали за год продакшн. Ивент Зеро. З очень маленькой командой. У нас было 10 человек. В целом. Плюс еще какие-то фрилансеры. И это был такой опыт. Взагал, что я больше ни где стихи нового не вивчив. Про индустрию. Про то, как работают компании. Про корпоративную культуру. Про банальный менеджмент. Потому что, если ты этого не научишься, когда ты строишь свою компанию, то просто компания закончится очень быстро. И это такой краш-корс. Я не знаю, я раджу людям или не раджу, потому что это было очень стрессово. Для вибагливых. Да. И я там был и гейм-дизайнером, и пиарником, и арт-директором. И я там все и тексти писал, потому что у меня была лучшая английская из всей команды. И я там и комьюнити менеджмент. Тишечки баристою. И я баристою. До речи. До речи, так. До речи, я купил пончики всем на снеданок. И это такие вещи. И мы еще до того не хотели, чтобы у нас люди, которые на нас работают, кранчили. Тому мы кранчили очень много ко-фаундеров. И это был такой момент, что каждый раз было 7 часов вечера. Мы всегда всем говорили, что я все по домам. Что не нужно сидеть тут с нами. И мы просто выганяли всех программистов. Потому что они хотели что-то делать, а мы очень не хотели просто вбивать команду. Потому что мы еще и не знали, что игра будет вообще продаваться. То есть такие вещи. Это наша компания. Мы знали, на что мы идем. А это просто люди, которые подписали контракт. И у них просто работа. И почему им это вообще? Поэтому мы залишались после работы до 9-10 по выходных и так далее. Просто чтобы доработать то, на что не хватает времени. Потому что, на самом деле, и деньги, и время было обмаль. А игру хотелось сделать очень хорошо. И люди, которые нам помогали с финансированием, они вклали очень много доверия в нашу студию. Хотя у нас вообще ничего нет. Мы просто щойно ее створили. И среди людей, которые были в инди-фанде, там, например, были разработчики World of Goo. И это для меня был такой момент, когда я с ними познакомился. И я им тогда сказал, когда мы приехали уже потом, когда игра была номинована на IGF. И мы приехали в Сан-Франциско на GDC, там, где IGF Awards. И я там познакомился с ними. И я им просто рассказал свою историю. И было очень приятно как-то поспілкуваться с людьми, которые просто меня вдохнули на все это вообще с самого начала. Как невероятно складывается твоя жизнь. Да. Вау! Вау! Круто! Тож, гра, которую вы сделали в якости демки в магистратуре, стала тем, что привело тебя до знакомства с разработчиками World of Goo. И мне нужно это расплатить на таймлайн и в твайне. Невероятно. Мне кажется, можно про твою жизнь какую-то игру сделать. А справа в том, что вообще ничего из этого не было заплановано. Ты понимаешь? Мне очень не нравится, когда люди пишут, как быть успешным. По-моему, я не знаю, успешным или нет. Это такие субъективные вещи, но есть какие-то секреты, типа как я досягнув этого, я не знаю. Магия ранку. Да, серьезно. Пощастило. Пощастило, что у меня были такие люди в команде, еще в универе. Мені дуже пощастило, что у меня были люди, с которыми я познайомился в том Google Plus. Пощастило, что мой email был на сайте, что этот скаут мог вообще с нами связаться, потому что мы вообще никогда не думали, у нас не было ни email, ни контактов, ничем. Мы вообще в разных странах жили. Пощастило, что мы нашли финансирование. И еще другую половину нашего финансирования на эту игру еще дало французское агентство CNC. Это вообще такая организация в Франции, которая помогает французским фильмам выпускаться, и помогает играм тоже. И они платят только половину, то есть до 50% бюджета. Нам нужно было как-то сделать контракт, чтобы Индифанд согласился финансировать только половину игри, и CNC согласился финансировать другую половину. И нам вообще не было возможно, чтобы они, потому что это до 50%, а они могли, например, профинансировать до 40%, 30%. Нам этого не хватало, нам просто игра не выходила. И вот мы сделали там, когда мы подавали документы на это, то очень сильно переживали, очень много работали над тем, чтобы это было в лучшем виде, потому что у нас и так бюджет был очень маленький, а если бы нам его еще урезали, то было бы просто неможливо это все закинчивать. Ну просто такие какие-то вещи, что как-то зерки склалися, что эта игра вышла. Это не то, что Any Game is a Miracle, а Event Zero — это именно из той истории, что я не знаю взагалі, как эта игра была сделана на самом деле. Ей не мало существовать на самом деле. Ну серьезно просто. Столько всего могло піти не так, и вообще этой игры не было бы. А сейчас вы можете зайти в Steam и купить. Я это сделаю сегодня в очереди. Скажи мне вот такой маленький реалити-чек. Сколько тебе тут было роков в тот час, когда вы делали этот C&C, этот контракт, эту игру? Сейчас я порахую. Сейчас мне 30 лет. Это было 2021 год. Мы начали в 2015 году. То есть мне было 25-26 лет. 25-26 лет. Доброе, доброе. Вау! Это счастье, мудрость и умение пользоваться возможностями, которые тебе были подарены жизнью. И я действительно... Вау! Это невероятно. Это очень круто. И мне кажется, что именно такие истории, именно такой шлях может быть для кого-то из тех, кто сейчас нас видит или слышит, натхнением. Потому что через несколько лет где-то на какой-то конференции кто-то зналет тебя и скажет, ты знаешь, я послушал или я пограв твою игру, и вот я тут. Я желаю тебе, чтобы так было в твоем жизни, потому что это невероятно. Ты действительно заслуживаешь на такую человеку, которая пойду до тебя и скажет, спасибо тебе, потому что благодаря тебе я стал человеком, которая делает крутые цветы. Это невероятно. Вау! 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 Один, два, три! Что было дальше? Так, ну вот, после того, Event Zero, ну вот мы закончили, игра уже почти до конца, и мы хотели, насправді, продовжать игру с этой компанией, и поэтому я поехал подчинять наш новый проект. У нас было два проекта, которые мы хотели просто подчинять паблишером. И вот я поехал на Gamescom один, потому что все остальные остались доработать игру, потому что там было, насправді, много работы. Я даже не хотел ехать, потому что нужно было закончить. Я просто понимал, что компания не витримаю, если мы не найдем одразу, то есть еще до того, как игра вийшла, какой-то контракт, чтобы делать дальше, какие-то другие проекты, но дело была в том, что очень сложно найти паблишера, когда ты еще не выпустил какой-то один, хотя бы, проект. Но я очень много познайомился там, тогда на Gamescom. До речи, у меня там друзья по каких-то там паблишерам тоже, но это то, что не забывайте про свои контакти, и вообще, что знакомиться с людьми в индустрии. И вот я туда поехал, там много у меня были пейч-митинги, до речи, с одним из продюсеров из Sony, которая работала еще в Sony, а я с ней познайомился, потому что мы разом делали рим, какие-то такие вещи, и ничего из этого не вышло, я вернулся, но были какие-то контакты, были люди, которые были зацикавлены в новом проекте, и даже я не буду рассказывать, но был один видавец, который действительно зацикавил один из наших новых проектов, и мы хотели с ними продолжать, но это очень долго все прошло. Процесс подписывания контрактов, им нужно было найти еще у себя в организации достаточно денег, и людей, которые будут это поддерживать, и все эти вещи. И в результате буквально 2-3 месяца, после того, после того, как мы смотрели на таймлайн, у нас гра должна выйти в вересне 2016, а следующий проект начинается финансироваться с лютого. и мы смотрим на этот таймлайн, и мы понимаем, что у нас просто нет денег поддерживать студию эти 3-4 месяца между этими датами. И даже если мы нашли паблишера, нам нужно как-то дальше жить. Мы туда приехали, я лично влез в какие-то долги с банком, и мы ходили по банкам, по инвесторам, и мы пытались найти какие-то деньги, чтобы нам гарантировали позики французские государственные институции, так называются БПИ, это банк инвестирования в разработку каких-то проектов, и это государственная организация, она не гарантировала, потому что мы могли продемонстрировать в нашем бизнес-плане, что наша игра принесет хотя бы вот такую культуру. Нам буквально было что-то смешное, нам не хватало 40 тысяч евро, а в бюджете это вообще ничего. А через то, что мы делали игру, у Франции вообще в банке деньги на игру не дают. Ни на какие. Даже если гарантированы, даже если мы не вернемся государства, они все равно не дают никакие кредиты на разработку в игру, потому что это очень рискованно. И они даже не хотели смотреть, какие там у нас проекти, потому что их просто не цікавило. Они в 90-х, здаётся, инвестировали какие-то большие деньги в какие-то проекти, которые провалились с трисками. и теперь они решили в них полюс, что мы не инфестируем в игру. Мы хотели в этих банках, намагали найти 40 тысяч евро, и не нашли. И в результате это привело до того, что мы должны сгортать студию. Все извольнялись, студия осталась на папере, потому что игра должна продавать, но у нас не было ресурсов, что много инди-студий делают, они часто идут в hibernation, они продолжают шукать инвесторов, продолжают делать демки, а потом приходят деньги из продажи первой игры. Но мы просто были виснажены за тот рік этой разработки, что решили, что будем шукать работу в другую место, потому что не хватало эмоциональных ресурсов, чтобы все продолжать. Это был момент, что мы закончили игру, она была номинована в трех номинациях на IGF, и мы поедем в Сан-Франциско, трейлер на великом экране будет круто, а у нас нет того, чтобы продолжать игру с командой, это очень хорошая работа и мы хорошо работали все ок, но это битерсвит было так, битерсвит, очень красивое слово. И тогда я просто начал шукать работу, во-первых, я не хотел ехать в Америку, я снова шукал работу в Украине, это был моим первым инстинкт, что я напишу Востокгеймс, какие-то локальные Ubisoft, которые у нас есть, и мне вообще никто не ответил на что. Одна студия написала, что ты делал какие-то маленькие проекти нам не цікаво, вот мы делаем большие, крутые ААА-проекти, а то, что ты делал нам не цікаво. Ну, окей. Одно в основном, про то, что, когда вы читаете на сайте, потрясен опыт разработки и так далее. Деякие студии имеют в виду одни вещи, другие студии имеют в виду какие-то совсем другие вещи, и очень сложно понять, как потрапить туда или туда. Насправдя, что надо делать, надо продолжить резюме в какие-то другие компании, полисы, другие люди за этим смотрятся. И, возможно, вы к кому-то подъедете, просто много людей отправляют резюме в две компании, и на том все закинчивается. я отправил всюду после того, как меня в Украине отмолили. Ну, окей, буду шукати еще в Европе. И я побачил, что на сайте Remedy была вакансия геймдизайнера. Ну, окей, я геймдизайнер. Я писал фанфики на Мэкспейне и так далее. И згадал, что у меня друг насправді працював в Remedy из того самого універа на магистратуре мы учились. Он жил в том же не гуртожитке, а у нас была такая квартира, где студенты одного курса выезжают, и другие заезжают. И он жил в той самой комнате, где я был. И он продал мне свои мебли. И я просто згадал, что он там працював. И я ему написал на e-mail, что там такая вакансия. Он говорит, давай отсылай свое резюме, и я им еще с своего боку напишу, чтобы они тебя просто пометили. И, власне, пройшов эти все этапи рекрутнику интервью с Remedy и переездил до Фінляндии после того. До речи, про Фінляндию тоже ничего вообще не знал. Я просто хотел працювать в Remedy. Мне очень понравилась эта компания и то, что они мне сказали, потому что мне это показали контрол під час одного из моих интервью. Вы показали контрол. Мне показали контрол. Ого! Тоже была, я думаю, такая НДА-информація, что... Ого! НДА мне, до речи, вразило, потому что я раньше никогда таких серйозных НДА не подписывал, а там, когда мне показывают новый ААА-проект, который делает Remedy, я сидел и думал, что это стихи, как это вообще можно в себе утримать? Я не понимаю, я сейчас... Ого! Ого! Это действительно... То есть, если бы я сидел на співбеседе, и мне показали бы наступный ААА-проект какой-то крутой компании типа Remedy, ну все, жизнь удалось, в принципе. Ну вот, я, власне, тогда... У меня была возможность залишиться в Париже, у меня там тоже были какие-то офферы, но мне просто... наш геймдиректор, он сделал презентацию контроля, я просто там сидел и тогда приехал с визитом, чтобы посмотреть на студию, познакомиться с командой, там последний этап прикрутен у нас, завжди мы привозим людей, и вот меня просто посадили в зале, и он сделал мне презентацию этого проекта Control. Я дивился, и я такой, ну все, что я всегда хотел делать, и еще и ААА, при том, что это какой-то ААА, но он очень сфокусованный с какой-то специфичной визией и брутализм мне очень интересен, и вообще какой-то сюрреализм, я очень много читал Муракаме и я таки, магический реализм и я таки, магический реализм, и я таки, блін, я таки, это хочу, это будет мой наступный проект, и я, власне, погодился, что, окей, буду работать в Remedy, и вот я приехал в 2016 году, в 2017 году, где совершить крапку крови, да, где поставить и вот тогда был начаток пре-продакшн на контроле, и я там был мало не едином, мабуть, едином, геймдизайнером в команде, а потом еще и другие на нас приедали, но я там был один, было очень интересно, потому что там была такая самая атмосфера на проекте, как в моей инди-компанії, потому что у нас было 15 человек, мы делали пре-продакшн, и все там много чего делали, но я сразу почувствовал, что это компания, в которой есть ресурсы, потому что у нас был, например, арт-директор, мне не нужно это делать, я просто делаю геймдизайн, там были какие-то пиарники, были какие-то люди, ну, каждая дисциплина, которую раньше мы между собой как-то разделяли, это и это я делаю, это и это ты делаешь, тут были какие-то специальные люди, которые тренированы делать специальные вещи, и это очень удивительно для меня сначала было, что так можно тоже было, но я не знал, что можно вообще иметь каких-то комьюнити-менеджеров, еще каких-то QA, ну, вообще такого никого не было, такие леворки на самом деле были, ну, был QA, но я еще тогда был таким джуниором, что я просто не понимал, как компания работает, а после того, как я получил опыт управления своей компанией, я просто понял, что какие-то другие с кейалом, ну, ну, было очень интересно при продакшене, а потом мы нашли лид-дизайнера на этот проект, и еще один дизайнер перейшел с другого проекта в Remedy, и, ну, в общем, такая команда была достаточно маленькая дизайнов. Ну, в общем, это такая история, которая еще закончилась еще не закончилась, еще продолжилась, но Control Контрол вышел 27 сентября, кажется, в 2019 году. Контрол. Контрол — это такая игра. Это тоже одна из игров, под которую я брал отпуск. Потому что я сел и такой, ааа, понятно, это не оставит меня просто так. И вот до самого конца. А если можешь рассказать, что такое препродакшн такой игры, как Контрол? Я могу понять, что многие из тех, кто нас смотрит или слушает, не понимают, что такое препродакшн такой игры, как Контрол. Да. Взагалі препродакшн будь-якої игры, но ААА-гри, зокрема, — это обычно эксперименты с тем, что мы можем сделать с этим концептом. Есть глобальная идея, и каждый человек, который находится на этом проекте, пытается привнести свои вещи в этот проект. И потом какие-то из этих идей стаются каким-то каноном, который мы продолжаем делать, а какие-то другие просто откидаются. И очень-очень много таких идей, которые просто из всех сторон, из всех сторон. И художники пропонуют какие-то дизайн-концепты, и дизайнеры пропонуют какие-то арт-концепты тоже. И там, что попало, просто такой креативный брейнсторминг спочатку. Но потом начинается, когда поступово-поступово мы думаем, что это будет так, и мы записываем это. Это будет правило у нас, что это будет так, и это появляются такие геймпилары. В результате появляются такие геймпилары, которые на таком высоком уровне поясняют, как должна быть эта игра. В контроле, например, был такой геймпилар «брутализм», например. И это означало какие-то одни вещи для дизайнеров, какие-то другие вещи для художников, какие-то третьи вещи для аниматоров. Но там закладывался такой сенс в этот пилар, ну типа стовп, типа креативный. И вот это был брутализм. Я еще был, на самом деле их все не помню, это уже давно было. Но вот такие вещи, какие-то глобальные, но с которыми все согласились. Это первый этап, на самом деле, любого предпродакшена. Это прийти до того, что у нас появляются такие ценности, которые мы записали на папере. И мы все согласимся, что мы это будем делать. Для чего это нужно? Чтобы все люди, которые находятся в команде, после этого креативовали в правильном направлении. Я знаю, что у меня брутализм. Я маю выгадывать какие-то supernatural abilities, какие-то player verbs. У меня просто не хватает слева украинского. У меня такой суржик будет англо-украинский сейчас, потому что я начинаю говорить про геймдизайн. И player verbs — это что гравец делает. И я маю просто задуматься, как это вообще относится к брутализму. А это вообще подходит в эту игру или нет? А как оно будет сповпрацювать с другими художними задумами? Створить щит из уламки — это очень брутально. Так, ты делаешь его из уламки, а могли бы сделать, например, какие-то энергетические. А это не вписывается вообще. А чтобы это донести до команды, это записывается в таком формате. Это очень просто. Я одного раза почувствовал такую думку, что такое ценности компании. Это таки стовпи, пиларсы — это правила гри, за которыми должен діяти співробітник, если порядка никого не имеет. То есть, он один, он не знает, что делать, как делать — он знает. Так, у меня есть такие ценности, я буду делать, залежно от таких ценностей есть у этой компании. Мне кажется, что эти пиларсы на преподавшене — это правила гри, за которыми любая людина, независимо от того, что коеться, будет так. Брутализм — это только брутализм. Это подходит к брутализму? Нет. И вот это круто. Это какие-то рамки, в которых можно... Сэндбокс, он ограничен. Вот у нас есть брутализм, у нас есть один, два, три, четыре. Есть такие пилари. Вот мы в межах этих пиларей делаем все крутое, что мы можем сделать. Так. А если бы их не было, то тогда все директоры на проектах должны проверять все, что все делают. А это абсолютно невозможно. То есть это вызывает буталлнеки. Контроль был бы еще в разработке. Да. И на самом деле это довольно таки распространенная проблема в игровой индустрии, когда какой-то менеджер или какой-то лид становится буталлнеком. Все должно через него проходить. А у него нет времени. У него просто нет времени все поделиться и на все дать feedback. Иногда он даёт плохой feedback, потому что, опять же, у него нет времени. Он живой человек. Он живой человек. Да. Он один, а все на него ждут. И это всегда затримает очень сильно проекты, когда это трапляется. И это очень тяжкая работа. Я вообще не заздрюю геймдиректором из этого уровня, потому что это очень тяжело. И это очень важно. И это очень важно. И это очень важно. И это важно, как сделать, чтобы такого не было. Как сделать так, чтобы команда все делала без меня. Как автоматизировать себя так, как креатив. Автоматизировать креатив. Вау! Так. Это все начинается при продакшн, на самом деле. А потом уже для дизайнеров, то, что я знаю больше, мы начинаем делать прототипы, мы начинаем делать для себя какую-то дефиницию своих пилеров. Это глобально для всего продукта. А для нас мы это интерпретируем вот так. Чтобы дизайнер мог потом посидеть и подумать, а это вообще можно в свою руку вставить или нет. И это такие вещи, например, очень легко, например, что, например, Dark Souls и Байонета. Обидвые игры, они в жанре миле, миле-акшн. Так. Так. Но они вообще ничего спільного. То есть, если смотреться на то, как работает их боевка, то вообще ничего спільного нет. Почему? Потому что у Dark Souls был пилер, что все должно быть стратегическим, и ты должен думать каждый свой крок. И тогда дизайнеры сделали выбор, что жодная анимация не канцеляется. То есть, ты коммитешь в каждую анимацию, если ты бьешь кого-то мечом, а то, когда нажимаешь на кнопку, ты не можешь заканцелить этот меч, пока оно не закончится. Поэтому оно очень повильное. Кожен тик мое значение. Так. А, например, в Байонете, у них был пилер, чтобы ты мог делать любой action в любой момент. И что они сделали, ты можешь заканцелить все. И в результате ты получаешь две разные игры, хотя они, ну, в одном жанре, но вообще очень-очень разные, просто глобально. И очень много таких моментов, до которых приводится дизайн пилер, который в тебя спочатку. Это как-то так происходит. Вау. Это дякую тебе. Это, мабуть, невеликая лекция за геймдизайну. Вау. Это очень круто. Насправді, как все генеальные идеи, это очень очевидно, но это очевидно только, когда ты про это слышишь и понимаешь. Это такой инсайд, на самом деле. Потому что, действительно, как автоматизировать креатив. А никак. Только сделать какие-то ценности, которые будут понимать каждому, кто работает на проекте, и каждая доросла людина, которая, ну, мает какой-то дедикейшн до этого проекта, она понимает, так, что это пилер, и моя доросла позиция это делать все, что подходит под этот пилер. И делать не просто все, а лучше, что я могу сделать, чтобы сделать этот стоп более впевненным, более крутым, и это невероятно. Вау, дякую тебе за этот инсайд. Я думаю, что я впевнен, что много для кого это станет, ну, мабуть, не новиною, но с таким знанием, после которого нет вероятности. Ну, я очень надеюсь, потому что, на самом деле, если бы мне кто-то это объяснил, когда я делал свои первые проекты, я понимаю, что я бы сделала гораздо меньше ошибок, и мне было гораздо простее просто как-то вигадывать, что делать дальше, потому что есть какие-то guided creativity, не просто пальцем в небо, и какая-то идея выникла, а именно с какой-то целью ты все-все вигадаешь, потому что есть какие-то вещи, с которыми мы все погодились с самого начала, что мы делаем вот это, и поэтому, когда возникает какое-то вопрос, или конфликт в команде, или какие-то такие вещи, можно всегда пойти назад, сделать крок назад и посмотреть, ну, вообще, для чего мы это делаем, для чего мы это делаем, для какого пилара, для чего это будет лучше. И если это подписывается, это, типа, клювая идея, а если нет, то нет. И это так очень объективно, на самом деле. И это не может быть какой-то персональный момент, это не просто какой-то preference, ну, преференсы, какие-то особистые, они на начале проекта, так? Тобто, ты спочатку выгадываешь какую-то идею, какой-то такой free-form креатив, а потом, когда уже идет разработка, на это просто нет времени, мы не можем делать прототипы всего, мы не можем записывать каждую механику, просто не хватает на это времени. Поэтому, это должно идти в каком-то русле, который имеет смысл для проекта. А чтобы узнать, что это имеет смысл для проекта, мы всегда смотрим на эти пилары, если возникает какие-то испытания, и тогда все становится очень ясно и очень быстро. Круто! А у вас эти пилары были как-то какого-то физического объекта? Да. Они были раздрукованы, они висели на всех стенах, на поверхности, где мы работали. И вот, с начала и до конца проекта, наши директоры и леди всегда делали презентации для всех новых людей, которые присоединились к проекту, чтобы они это тоже интернетировали, чтобы они понимали, что мы тут делаем. И вот, так оно как-то случилось, что все это смотрели, то есть я ишов в офисе, и первое, что я видел на стене, перед кимнатом, где я работал, это, что я вспоминал брутализм, потому что он впервые просто присоединился на стене, и там было написано, типа, «Be brutal». Я таки, да. «Me tall». Ну, в общем, да. И я просто, это тяжело было как-то, это просто повторилось, чтобы ты вспоминал. Круто! Неумерно, вау! А вот, расскажи, как тебе вообще работают эти времена? Как я уже понимаю из твоих слов это компания вообще другого уровня, менеджменту другого уровня, какого-то думок другого уровня, планирование другого уровня, вообще HR. Так, может, как вообще работаете? Я думаю, что если ты встретишь здесь Саму Лейку, то он будет рад, чтобы он потиснул руку, потому что, на самом деле, это очень открыто и широко людей. Я чувствую, что он очень простой человек и очень приятно с ним общаться всегда по работе. Я очень рад, что выйдет ремастер Алан Вейку. Сьогодні ночи показали, и я такой, уф, уф, перемога! Когда я начинал играть в Алан Вейке, мне было очень страшно, на самом деле. Это игра не страшная. У контроля есть ситуации, когда оно не страшно, но это триллер. Такое ощущение, когда сейчас что-то будет. О, круто! Я могу поговорить о игре сьогодні до 22-го столетия. Так что, на самом деле, мне нужно немного себе представить. Круто! Что касается ремеджа. Так, мне сложно описать всю компанию, потому что я не знаю всех деталей разных организаций, менеджментов и так далее. Но я могу сказать, что это компания, и мне кажется, что это довольно типовая вещь в певнических странах, что у них такая flat hierarchy. Они не очень любят такую иерархию, типа менеджер, подменеджер, 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 подменеджер. Будь-хто может пойти до CEO, например, и поставить вопросы, без проблем. Это нормальный момент в ремеджере, и это такая культура открытости и культура фидбэку, который все хотят получить. Нема каких-то таких тем, что мы про это не говорим тут. Если такое происходит, то это какая-то дисфункция, с этим надо бороться. Обязательно, чтобы люди давали фидбэк один одному. Я не знаю, это может какая-то финская культура, или корпоративная культура компании, потому что компания уже 26 лет, может даже 27 лет. И они построили такую систему себе. И когда начинал, у нас было всего 80 человек. Сейчас у нас уже за 300-320 или еще что-то такое. И оно все еще работает. Ранее Ремедью работал один проект, и когда они работали над Alan Wake, это был единственный проект, все работали над Alan Wake. И когда они работали над Quantum Break, это был единственный проект. И когда я приедался до Ремедью, они начали делать этот переход, где одна команда работала над Crossfire, а другая команда, моя команда, работала над Control. И это был первый момент, когда мы решили, что мы решили, что мы сейчас будем делать два проекта. И это такой момент, который мне было очень понятно с самого начала, потому что что произошло в моей собственной компании. Оскільки у нас был только один проект, у нас были ресурсы, чтобы сделать только один проект. И когда этот проект закончился, у тебя тоже закончились деньги. И в тот момент, то есть, у нас должен быть параллельный продакшн, который сейчас только начинается. Гант не спит. И ты просто маешь уже мать какие-то такие наробки, какие-то такие, из чего нужно начать наступный проект уже, а эта команда, там кто-то пойду в отпуск, может, виснажен, просто, да, не хочет, не знаю, может, хочет дальше працювать, но дело в том, что, на самом деле, это хорошо, если люди пойдут в отпуск, когда проект закончен, потому что, ну, нужно, чтобы они выпечили. И святкували это. И святкували, власне, так. И нужно найти паблишера, нужно сделать вертикл слайс, чтобы им показать, нужно сделать презентацию, кто-то мает это делать. И поэтому все великые компании сейчас пытаются перейти на модель, где они делают больше, чем один проект за раз, если это вообще возможно, и маленький так же. Потому что, если нет, это для бизнеса очень негативный момент, когда ты просто кладешь all eggs in one basket, и это очень большой риск, чтобы просто митигировать, это вообще слово? Митигать. Я не знаю. Так, не как-то зменшить этот риск, а ты просто намагаешься как-то распределить. То есть сейчас у нас, взагалі, много проектов, даже не рассчитывал, не скажу, сколько есть. Например, Unlake Remaster — это один из проектов, и Condor, который уже анонсован, на котором я работал, и Crossfire все еще. И вообще много чего происходит. И это через то, что мы хотим, чтобы у нас этого риска было меньше. Ты рассказал про свой минулий, рассказал про сегодняшний день. Чи думал ты про свой high-end? Ким ты хочешь стати? Что ты хочешь сделать? Какие твои ценности? Какие твои пилеты? Очень хорошие вопросы. Это такие вещи, которые я пытаюсь переосмислить. Когда я начну новый проект, или я начался новый год, когда мы закончили какую-то демку, какой-то milestone, я каждый раз себе питаю, как я могу еще дальше развивать, чтобы приносить больше пользы компании, и чтобы мне тоже было интересно. Потому что я вообще как кула, если я никуда не двигаюсь, то я просто умираю сразу. Я пытаюсь постепенно чему-то вчитися. И это моя основная ценность. Я думаю, что я считаю, что геймдизайнер вообще, ну просто люди взагалі, геймдизайнер, это то, что я знаю, это мое життя, мое постоянно вчитися, мое постоянно играть в новые игры, в каких-то новых жанрах, в которых он раньше не играл, что-то там дизнаваться нового. Взагалі, делать какие-то вещи, которые даже не имеют никакого отношения к игровой индустрии, и чему-то там тоже вчитися, потому что, на самом деле, геймдизайнер — это такая очень широкая дисциплина, в которую можно принести какие-то идеи, из-за чего хочешь. Можно из архитектуры, можно из психологии, можно из экономики, из физики. То есть все эти вещи можно вчитывать все життя, на самом деле. Николи не дойдешь до того моменту, когда я все уже знаю про геймдизайн, потому что такого не существует. Просто немає такого... Я выиграл геймдизайнер. Да. Не бывает так. И это то, что мне очень близко. И то, что я пытаюсь научить всех молодых геймдизайнеров, с которыми я общаюсь, которые в моей команде, не в моей команде, а в моем команде, просто всем постоянно скажу, что, по-перше, люди — это основная ценность. По-друге, просто саморозвиток и продолжать кудись рухаться и делать какие-то вещи, которые вам не комфортно делать. То есть, если я знаю, что у меня хорошо получается делать игру в таком жанре, то это значит, что вам будет не очень интересно, как дальше делать. Это значит, что вы будете хорошо делать эти игру, и больше ничего. Я считаю, что, по-перше, игру, которые интересны в этом жанре, они будут возникать, потому что кто-то принесет какие-то идеи из другого жанра. И если вы не будете играть в игру в другом жанре, то вы не знаете, как... А сейчас такая тенденция в игровом дизайне, что очень много великих студий начинают как-то blurred рамки типа жанров. Если посмотреть на Assassin's Creed, это вообще RPG сейчас. Это не можно было даже уявить в 2000, 2010, 2012 там просто были Action игры, RPG, стратегии. Шутеры, это было конкретно. Это racing игры, больше ничего. Мы сели в кабину, мы едем, больше ничего. А сейчас мы видим, что игры, которые наиболее популярны, они наиболее намешаны. То есть Battle Royale, это жанр, который выникли от модов. Просто мод сработали для DayZ. И это такой момент, что если я просто делал шутеры, то она не могла выиграть Battle Royale, потому что она не знала, что можно посмотреть на какие-то мобы, какие-то open-world или какие-то шеи. и речи. И вот такой cross-fade, как ты говоришь, это очень важно в дизайне. Для того, чтобы мать какие-то ментальные здебности придумать, тебе просто необходима информация. Тебе просто нужно знать, что вообще можно делать, что другие люди делают. И для этого просто нужно постаново чему-то что-то пробовать, челленджировать себя и людей вокруг тебя также, если ты в какой-то позиции, где это возможно, чтобы они тоже пытались что-то делать, что не касается каких-то задач, которые у них есть. Это такая эссенция создания света. Так. Прикольно. Знаешь, я буквально вчера у меня была сессия с коучем, и он рассказывал такие вопросы про карьеру, свою работу, позицию. и была такая вправа рассказать про свою работу, не называя своей посадой, что ты делаешь, я там пиарник, а рассказать через то, какую ценность ты приносишь? не компанию, а вообще какую ценность ты приносишь своей работой? И такие вопросы мне просто просто... я такой ого, это вопрос, которое стоит миллионов, для меня. И у меня вопрос, что ты можешь рассказать про себя, свою профессию, через ценность, которую ты приносишь? Дуже гарное вопрос, на самом деле. Никогда так не думал, а еще не думал, був какой-то стресс в Твиттере, что ты не можешь говорить. Нет, на самом деле геймдизайн это такой момент, я считаю, что моя основная ценность это то, что я надихаю людей, и если кто-то играет в мои игры, ему приедет идея в голову, или он просто отдыхал после работы и расслабился, то моя цель достигнута, что я пытаюсь сделать так, чтобы как-то людям просто их повседневное життя, и на что-то их надихнуть, про что они, возможно, раньше не задумывались. Хто-то может працють будь-то играть контроле, а потом пограли в контроле, и он говорит, что теперь будет руйнувать, и изменять карьеру. Я не знаю, как идеи працют, но если ты делаешь культурные вещи, это очень indirect. Я всегда хотел сделать игру, которую пограли великая количество людей. Я поставил цель, чтобы миллион людей пограли. Но для чего? это я хочу, чтобы люди смотрели на мое имя в титрах. Геймдизайнеры мают дивиться, как рассказывал на Комик-коне, что читайте титры. Титры вам много рассказывают о бюджет структуру команды. И вообще это добрый тон, когда вы делаете игру, просто прочитайте, кто их сделал. Но когда вы будете делать игру, вам тоже хочется, чтобы ваша имя прочитала. Но мне просто хотелось как-то дотрикнуться к жизни этих людей, которые будут играть в эти игры. Это специфика игровая, потому что фильм, книга или картина, они существуют независимо от того, как их смотрят или Если это картина, она просто висит на стене, неважно, что люди не смотрят. Но она сама по себе иснует. Гри не существует без гравца. Гравец має переслать персонажа сам. Гравец это часть гри на самом деле. Квартова философия поехала. Вау. Гри не существует без гравца. Не существует. Не существует. Не существует. Не существует. играть. Это просто статичная картинка. Это потенциал. Это может что-то там будет. А для того, чтобы это стало грою, кто-то играть на кнопочку. И в зависимости от того, как он натиснет на кнопочку, это будет что-то одно, а что-то друге. И через это гравцы, я вважаю, что не можно геймдизайнерам думать, что они делают просто так. Они всегда их делают для кого-то. Даже если это их target audience, они сами, это все одно для гравца. Для того, который будет играть в эту игру. И я вважаю, что основная какая-то основная речь, которую геймдизайнер мает иметь, это эмпатия для гравця. Обязательно думать о той человеке, которая пришла с работой строительством, она купила себе пиццу, вмикает себе PlayStation. И как эта людина будет играть? Я всегда уявляю в голове, для кого эта игра в целом. Я пытаюсь уявляти, какомога больше разных людей, которые будут играть, чтобы я просто понимал, почему мы это делаем, для кого это и что они из этого дистанут, какой эксперт для этой человеку будет это игры. Вау! Сергей, спасибо тебе за эту разговор. Это было невероятно, как я тебе скажу, уже несколько часов. Это несправдно невероятно разговор, одна из самых насыщеннейших разговор моего жизни. точно насыщеннейшая разговор про геймдизайн моего жизни. Остальная финальная штука, которую я хотел попросить тебе сделать. Ты знаешь много мов, потому что ты был в несколько странах, жив, работал. и как мы с тобой разговаривали, что ты знаешь сколько раз ты родина, могу ли ты сказать фразу «Привет, меня зовут Сергей Мохов, я лид-геймдизайнер Remedy Entertainment, слушайте Эбби Лайбери», усіма мовами, какими ты знаешь, вот эту камеру. Окей, давай попробую. Так, треба запомнитать фразу, что это наиболее «Привет, меня зовут Сергей Мохов, а вы слушаете Эбби Лайбери». А, добре-добре, а вот это вот… Кто? Ким? Слухайте. У меня вот с памяти не дуже склалось. Все окей. Так, окей, ну, с украинской починаем. Привет, меня зовут Сергей Мохов, я лид-геймдизайнер Remedy Entertainment, и вы слушаете подкаст Эбби Лайбери? Это вышло? Так, супер. Окей, английскую. «Хай, моё название Сергей Мохов, я лид-геймплей дизайнер от Remedy Entertainment, и вы слушаете Эбби Лайбери подкаст. Не забуду фразу, так, окей, французскую. Привет, меня зовут Сергей Мохов, я лид-геймдизайнер Гейм-дизайнер в Remedy Entertainment и вы слушаете подкаст AB Library. И испанский можно еще. Hola, меня зовут Сергей Мохов, я дизайнер в Хуэгос, лид в Remedy Entertainment. И я слушаю подкаст AB Library. Вау, круто! Дякую тебе, это было неимоверно. Я буду радий бачити тебе еще. Давай сделаем какой-то лайфток на эту тему. Бо, мне кажется, про это можно разговаривать, разговаривать и разговаривать. Мы хотели коротенько на годинку, но мне кажется уже две години. Это неимоверно. Дякую тебе, я очень рад тебе. Дякую, что спросил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова